МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств. Все это делает наш город комфортнее. Какие объекты ремонтируются в первую очередь, как меняются технологии и кто контролирует процесс? Об этом в программе Комфортный город. Мы перенимаем лучшие опыты других регионов. Наш опыт перенимают тоже регионы. Это уж холодную регенерацию из регионов по БКД начали только мы первые. Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут на 14 участках столицы Чувашии. В зависимости от их состояния применяются разные технологии. По улице Тукташа уложили асфальт на протяжении 300 метров, заменили бордюры, отремонтировали тротуары и подходы к пешеходным переходам. Подрядчик предприятия «Автодор». Подрядная организация «Воддорстрой» обновила дорожное полотно по улице Ильбекова. За 4 года реализации проекта в Чебоксарах создана многоуровневая система контроля. Работу подрядчиков проверяют на каждом этапе. Телематериалы используют, не нарушают для технологии, вплоть до приемки работ. Глава администрации столицы Алексей Ладогов отметил, что нужно обустраивать и примыкающие к дворовым территориям дороги. Очень важный момент, чтобы эти участки были отремонтированы. И хорошо, что его включили. Это вот как мы с тобой говорили на улице Коперативной. Дороги могли отремонтировать, а этот участок бы остался. На этом, конечно, некрасиво осталось. Да, и жители бы этих же домов приезжали. Но сейчас, по идее, все будет заасфальтировано. На улице Дементьева работала компания «Дорис». Здесь уложили асфальт методом горячего ресайклирования. Изменили бортовые камни. Длина участка – 530 метров. Во время ремонта дорог снимается большое количество асфальтобетона. Раньше этот лом считался отходом. Теперь его перерабатывают и используют в приготовлении асфальтобетонной смеси. Называется это ресайклингом или рециклингом. Именно по этой технологии ремонтируют дорогу по проспекту трактора строителей. Вторичное использование может значительно уменьшить затраты на новое производство. Сейчас новую технологию живет, ну, в смысле, более совершенную с цементом. Там вообще можно на следующий день уже укладывать асфальт в нижний слой. Надо укатывать? Укатывать надо, только не надо ждать 10 дней. Оно с цементом, оно быстрее схватывается. Масштабные работы ведутся на мосту и путепроводе по проспекту тракторостроителей. Здесь проектом предусмотрен капитальный ремонт. Пока частично демонтировали мостовое полотно, уложили новый защитный слой и литой щебеночно-мастичный асфальт. Здесь, по примеру, Сугутского моста перенесут инженерные сети, отремонтируют и укрепят опоры. Серьезных замечаний к выполненным работам у заказчика нет. На всех объектах проверенные подрядчики, которые уже работали на территории города и республики. Ремонт требуется еще Гагаринскому, Октябрьскому, Калининскому мостам и путепроводу по улице Коммунальная Слобода. Их реконструкция сейчас на этапе проектирования. Если получится попасть в федеральную программу, работы начнутся в 2022 году. Реконструкция мостов – это неотъемлемая часть реализации проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Из-за несвоевременного ремонта мостов мы видим, что произошло с московским. Его пришлось полностью разобрать, собрать. Но вот после этого начали проводить обследование и выделяются средства на реконструкцию мостов. Я уже говорил, что это дорогостоящие мероприятия. Вот один Сугутский мост – 200 миллионов. Сейчас вот были на путепроводе проспекта Траектор и Строителей тоже более 200 миллионов рублей, а участок длиной чуть более 200 метров. На эти средства, на 200 миллионов дорог, мы бы могли отремонтировать 15-20 дорог в городе. Но, к сожалению, мосты сегодня в флачевом состоянии, их нужно проводить в соответствии. Сейчас в Чебоксарах определены подрядчики на ремонт 18 дорог. 14 из них будут готовы в 2020-м, а 4 перейдут на следующий год. Для того, чтобы привести нормативное состояние все дороги в городе, нам нужно около 2,5 миллиардов рублей. При той интенсивности движения, которую мы фиксируем в городе. В этом году на ремонт дорог выделено только 397 миллионов рублей. Ну и понятно, что все дороги невозможно привести в нормативное состояние. По тем дорогам, на которых мы не можем применять федеральные средства, реализовывать проект безопасной качественной автомобильной дороги, мы будем проводить ямочный ремонт. С начала года в Чебоксарах проведен ямочный ремонт более чем на 20 тысячах квадратных метров дорог. В этом году планируют завершить основной этап реконструкции проспекта Ивана Яковлева и открыть полноценное движение по Сугутскому мосту. В августе начнутся работы по улице Гражданской, а в конце года определят подрядчика на реконструкцию Лапсарского проезда. Световой фонтан, детские площадки, зеленые зоны. Масштабная реконструкция Красной площади выходит на финишную прямую. Обновленное сердце Чебоксар обещает заработать в июне. На этих съемках фонтан работал в тестовом режиме, но совсем скоро его запустят на весь летний сезон. Он лишь один из объектов, входящий в программу реконструкции Красной площади. Сама территория уже покрыта гранитными плитами, идет озеленение. Стоимость работ по реконструкции более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Город получил средства по федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Глава администрации Чебоксара на выездном совещании оценил проделанную работу, поручив доработать целостное восприятие территории. Здесь должна быть бетонная плитка. Вот здесь? Да, вот эта. Что за бетонная плитка? 30,60 толщиной. Нормальная? Что за плитка? Параметры хорошие. Еще один объект – игровой комплекс с инклюзивными элементами. Остаются еще вопросы по освещению и благоустройству всей прилегающей к заливу территории. Ориентировочно на месте бывшей троллейбусной остановки появится пергола на вес от солнца. Мы должны сразу залить сюда бетон, чтобы, так сказать, под резиновое покрытие. Пергола откуда-то куда ставится здесь? Где вот она стоит? Она вот оттуда, вот где край плитки. И вот вот. Продолжаются работы по благоустройству Московской набережной на Афанасьевском пляже и в Тихой зоне. Тоже в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В ближайшее время по этому же проекту будут благоустроены общественные пространства. Сквер по проспекту Максима Горького, территория в районе ДК «Салют», парк на площади Победы и лесной массив «Дубовая роща». Эти объекты еще прошлой осенью для благоустройства выбрали сами горожане на портале «Открытый город». Я когда вот пришла работать, здесь такие ямы были. Здесь совершенно был непригодный для проживания двор. Это была убитая дорога с ямами огромными. Здесь не было совершенно никакой парковки для автомашин. Здесь не было... Была очень маленькая, совершенно малюсенькая какая-то каруселька одна. Детям негде было играть. Так выглядел двор по проспекту Максима Горького, 15, до благоустройства в 2017 году. После ремонтных работ по программе формирования комфортной городской среды все изменилось. Сейчас здесь оборудован, пусть небольшой, но приятный и насыщенный оборудованием уголок, где дети могут играть, родители могут сидеть на комфортной скамейке. Первый раз в тот ремонт было участие и приемка со стороны жителей. Здесь делались замеры асфальтового покрытия, и оно было соблюдено со всеми правилами по толщине и по составу, видимо, да, потому что прошло три года, дорога сохранилась. К тому же сделали тротуар, оборудовали парковочные места, отгородили декоративным забором газоны. В основном, наверное, все программы предполагают участие непосредственно и жителей. Все-таки, наверное, хотел сказать следующее, что софинансирование – это такой важный момент. В тех дворах, где присутствует софинансирование, оно носит символический характер от 1% до 10%. Как правило, наверное, сознание граждан растет, они относятся более бережно к тому имуществу, которое появляется на дворовой территории, изгоняет из дворовых территорий маргинальных личностей, то есть есть уход и бережное отношение к тем благам, которые появляются на дворовой территории. Гарантийный срок ремонтных работ – 4 года. Общественный контроль вместе с представителями администрации регулярно проверяет состояние дворовых территорий. Сейчас в московском районе Чубаксар начали ремонтировать подъездные пути к дворам в рамках проекта «Автомобильные дороги» муниципальной программы развития транспортной системы города Чубаксары. Всего у нас 9 дворов на общую сумму 12 миллионов. Заказчик у нас – жилфонд. Каждый вечер в WhatsApp скидываем фотографии о проделанной работе. Стараемся пока после себя оставлять порядок. Вот на данном участке мы два двора закончили и сейчас приводим в нормативное состояние обочину. Все площадки в городе, на которых идут ремонтные работы, должны быть ограждены. В первую очередь для безопасности. Но теперь важное значение имеет и внешний вид ограды. Вот, например, такую железобетонную конструкцию по регламенту использовать нельзя. А вот уже такой железный забор можно. Масштабной реконструкцией подверглась в этом году территория центральной городской больницы по проспекту Ленина. Здесь под землей находится насосная станция, которая обеспечивает водой весь центр города. Рабочие заменили чугунный водовод, который эксплуатировался более 40 лет. С учетом масштаба ремонта строительную площадку пришлось огораживать в нескольких местах. Сложности были в чем? Потому что это площадка, больница, постоянно приезжают больные, значит, техника заезжает. То есть здесь стесненность была в таких вот условиях, очень жестких. И приходится каждую площадку огораживать. Мы выполняем работы ведь и на проезжей части, и на первых линиях, да, в магистралях, и во дворах. То есть это лицо предприятия, которое выполняет эту работу. И они должны соответствовать. Если у нас штакетник желтый, ярко-красный, он издалека заметен, что это работники водоканала огородили тот или иной колодец, тот или иной там провал. Штакетники у нас сделаны, мы его даем в каждый цех, у них есть ответственные закрепленные люди. Они их обслуживают, ремонтируют, подкрашивают. И наша техническая служба, надзорная, которая проверяет, она обязательно контролирует. Это обязательные требования ко всем исполнителям, производителям земляных работ. Красота во всем, даже когда разрыты траншеи и ремонтные работы в самом разгаре. То, что такие площадки должны быть ограждены, законом определено давно. А после внесения изменений в регламент по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории города Чебоксары, делать это нужно по определенным правилам. Использовать самодельные конструкции из досок, отходы стройматериалов нельзя. Под запретом и сетки рабицы, железобетонные и деревянные секции. Сейчас у нас имеется документ, в соответствии с которым мы можем и должны вести контроль за состоянием и архитектурно-градостроительным обликом этих элементов города. На сегодняшний день без ограждения, с целью обеспечения безопасности производимых работ, ограждения есть в большинстве случаев. Но эти ограждения, хочется, чтобы они выглядели красиво, эстетично, чтобы они не оскорбляли наши глаза, глаза наших горожан. Вот, для этого как раз принят этот документ. Нам бы хотелось, чтобы впечатление о нашем городе в том числе складывалось из хорошего, качественного ограждения этих объектов. В числе рекомендаций размещения на счетах информации о проводимых на участке работах, о производителе номера телефонов ответственных лиц. Безусловно, ремонтные работы считаются завершенными лишь после того, как будет сделано благоустройство. А это значит, что надо заасфальтировать, посадить газонную траву, убрать строительный мусор, вывести все отходы и сдать ордер управлению ЖКХ и благоустройства. Нарушителям грозят штрафы. С наступлением лета ремонт дорог, дворов и других объектов в Чебоксарах будет идти более быстрыми темпами. Но будет сделано все для того, чтобы местные жители и гости столицы провели солнечные дни в комфортном городе. Редактор субтитров А.Семкин